МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Алтае продолжает бушевать ураган. Скорость ветра в отдельных районах по-прежнему около 30 метров в секунду. За сутки из-за урагана произошло множество дорожных аварий. Несколько часов обесточенными оставались десятки тысяч жителей региона. Пожалуй, больше всего хлопот стихия доставила энергетикам. Они зарегистрировали и устранили 24 порыва линий электропередач. Так, несколько часов обесточенными оставались 10 поселков в Барнауле и два района в Камне-на-Аби. Ночью обрыв был, но так как ночью из-за погоды у энергетиков запрет был на выезд, они выезжали в 8 утра и в 8.42 уже дали свет. Стихия принесла немало разрушений. Так, в Барнауле на одной из улиц не выдержала вентиляционная конструкция. Она с грохотом упала с крыши прямо около подъезда. Чудом обошлось без жертв. Едва не обрушилась на головы горожан и одна из букв с крыши магазинов. В краевой столице до сих пор не работают пять светофоров. Добавим, накануне вечером из-за сильных переметов на дорогах края оказались заблокированы многие водители. Сейчас трассы во всех направлениях открыты. Сотрудники Алтайского ГИБДД тоже попадут под сокращение. Соответствующий приказ уже поступил в наш край. Об этом стало известно на пресс-конференции начальника главного управления МВД Олега Трубарова. Встреча руководителя ведомства с журналистами была посвящена итогам работы краевого управления за прошлый год, но на ней также коснулись темы предстоящих преобразований. Одно из них – сокращение сотрудников ГИБДД по стране на 10 тысяч человек. Указ президента об этом вступил в силу 1 января. Как отметил Олег Трубаров, кадровых изменений на Алтае не избежать, но пока точные цифры неизвестны. На сегодня сколько будет сокращено сотрудников дорожно-патрульной службы, и когда именно, я вам не отвечу. Указы и приказы мы не комментируем. К основной причине сокращение сотрудников относят оснащение ведомства различной техникой, в том числе дорожными камерами и системами фиксации нарушений ПДД. Добавим, что к положительным моментам Олег Трубаров отнес снижение на 10% тяжких и особо тяжких преступлений. К другим темам. Купюры номиналом в 200 и 2000 рублей принимают не во всех банкоматах и магазинах края. Такой звонок поступил к нам от жителей региона. Наш корреспондент Ирина Корчагина решила проверить, действительно ли новые банкноты создают владельцам проблемы, и горожане их хранят исключительно из-за внешней привлекательности. За купюры в 2000 рублей до сих пор охотятся коллекционеры, хотя в обороте она уже три месяца. Кто-то даже покупает себе на память с 15-кратной наценкой. У Валентины наоборот, отказались принимать. Девушка хотела оплатить покупку в известной сети супермаркетов. Чем ввела кассира в ступор. В кошельке у меня была только 2000 купюра с собой. Кассира немножко в недоумении была, когда я ее достала. Сначала посмотрела, повертела ее. И отказалась меня рассчитывать под предлогом того, что нет разменной монеты. Валентине пришлось уйти из магазина без покупки. Барнаульцы жалуются, что и не все банкоматы съедают новые купюры. Мост на острове Русский почему-то напугал сотрудников некоторых магазинов и почтовых отделений. Посмотрим, напряжет ли новая купюра банкомат Сбербанка. Оказалось, железный интеллект с большим успехом пережил денежную адаптацию, чем люди. Как нам сообщили в Центробанке, в Сибири почти завершена настройка банкоматов и кассовых оборудований. А в случае, если ваши деньги не примут в магазине, эксперты Центробанка по Алтайскому краю советуют обращаться в Роспотребнадзор. Только 20% от всей продаваемой в крае гречки производят в нашем регионе. Оценку приводят эксперты по маркетингу Алтайского аграрного университета. Это при том, что в крае выращивают половину общероссийского урожая этой крупы. Такую ситуацию эксперты связывают с тем, что на Алтае недостаточно развита переработка гречки в готовый продукт. В результате наш регион по большей части вынужден быть поставщиком лишь сырья. В проблеме разбирался Василий Морозов. Это клип всемирно известного музыканта Робби Уильямса, в котором он пародирует российскую действительность. Одним из символов нашей страны британец посчитал гречку. Вот коробка. Крупа считают специалисты алтайская. Производитель закупает сырье в крае, но выпускает товар в Челябинской области. А потому вся международная музыкальная слава досталась Уральскому региону, а не Алтаю, где ее вырастили. Гречка нашего производства и в торговых сетях представлена так, будто край не крупнейший выращивающий ее регион. В крупнейшей алтайской торговой сети продается гречка преимущественно алтайского производства, но весомую долю имеет и эта произведена в Челябинской области. А вот поход по другим торговым сетям дает более показательный результат. Вот, пожалуйста, гречка произведена в Московской области. Это у нас, судя по упаковке, в Санкт-Петербурге или Новосибирской области, опять же. И вот гораздо более показательный пример. На гречке на упаковке написано «алтайская», хотя произведена все так же в Новосибирской области. Кстати, поставляется и в Республику Беларусь, то есть за рубеж. По данным Крайстата, в Алтайском крае выращивают почти 50% всей российской гречихи. В 2017 году у нас собрали 783 тысячи тонн. Это рекорд за последние годы. Из этого количества в нашем регионе перерабатывается в крупу только 362 тысячи тонн. Это порядка 46%. Стало быть, оставшиеся 54% собранной гречихи, больше половины, вывозятся из Алтайского края в виде сырья и перерабатываются в других регионах страны. По оценкам экспертов-маркетологов Алтайского государственного аграрного университета, из всей продающейся в регионе гречневой крупы только 20% производится здесь же. Специалисты считают, что перерабатывающая база развита недостаточно. У нас внутрирегиональные потребности никуда возить не надо, никакие тарифы нам сбрасывать. У нас внутрирегиональные потребности покрываются на одну треть. Эти производственные мощности пока у нас вот рассчитаны где-то на 360 тысяч тонн и всего крупы. Ну и в том числе гречихи где-то там 40%. Причем мощности полностью не загружены. Урожай рекордный, мощности не загружены, а перерабатывают алтайскую гречиху все равно другие. И уже они, а не край, получают основную добавленную стоимость от готового продукта. Последним крупным инвестором, который решил создать производственную базу в Алтайском крае, стала Челябинская МАКФА. Завод в Троицком районе начал работу в 2015 году. Что происходит на алтайском предприятии? Туда свозится гречка, она сушится, она складируется. У нас там находится элеватор. Затем она фасуется в мешки и отправляется уже в Челябинск, где она уже, скажем так, собирается в мешочки, в пакетики, в коробочки. Пока о полной переработке, по крайней мере на данный момент, речи не идет. Почему же при богатых сырьевых возможностях производственная база оставляет желать лучшего? В 2018 году в Алтайском крае может заработать два новых завода по производству гречневой крупы. Объемы переработки, возможно, увеличатся. Но вот смогут ли они продвинуть алтайскую продукцию на полке торговых сетей и в клипы зарубежных музыкантов? Вопрос остается открытым. Василий Морозов, Павел Лауранин. Наши новости. Не только в Новокограде, но и в Барнауле сократили количество мест для проведения митингов. Об этом пишут сегодня аргументы и факты на Алтае. А вот корреспонденты газеты «Ибийские рабочие» сообщают, что в их городе растет популяция бездомных собак. Но вот не только об этом далее в обзоре прессы сибирской медиагруппы. На площади Жукова в Барнауле запретили проводить митинги. Выражать общественное настроение теперь можно по трем адресам. В сквере Потитова, 9, на южном у фонтана Почайковского, 21 и на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий. В «Бийске» сообщают аргументы и факты. Митинговать теперь нельзя на площади 9 января. Кто будет осуществлять контроль за исполнением постановления, пока не ясно. Популяция бездомных собак в городе растет, утверждают корреспонденты газеты «Ибийские рабочие». В районе квартала АБ живут сразу несколько стаи общей численностью в десятке особей. Поступают жалобы и из других районов города. Как сообщили журналистам в мэрии, новый аукцион по определению организации, которая будет заниматься отловом бродячих собак, пройдет лишь весной. Кстати, на контракт вполне может претендовать и служба «Портал услуг», договор с которой «Ибийские чиновники» расторгли прошлым летом. А вот корреспонденты Политсибру вновь подняли популярную в Барнауле тему о перенасыщении столицы края торговыми центрами. На каждого горожанина у нас приходится по 670 квадратных метров торговых площадей. А сейчас идет строительство еще шести объектов. Эксперты утверждают, что Барнау в этом смысле уникальный город. И почти все уверены, строить новые торговые центры нет смысла, ведь выживать им станет еще сложнее. Почему? Читайте на сайте Политсибру. Татьяна Голубева, Наши новости. Многие россияне, в том числе наши земляки, считают, что главная проблема в здравоохранении сегодня – это низкий уровень профессионализма врачей. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения. Свести к минимуму число врачебных ошибок призвана законодательная инициатива о видеозаписях хирургических вмешательств. Но как относятся к ней алтайские медики – в сюжете Анастасии Дороган. Есть понемногу, как можно чаще, превозмогая дикую боль. Вот так уже три года живет Надежда Захарова, после того, как врачи во время рядовой операции забыли в ее кишечнике салфетку. Началось заражение, в итоге вторая операция, в результате которой медики отрезали целый метр толстой кишки пациентки. К слову, если бы не приступ и повторное хирургическое вмешательство, Надежду вряд ли бы спасли. До сих пор на этом боку не могу спать. У меня боли идут. Я не знаю, мне говорят, что это как бы спайки, что не дают мне покоя. Как будто я рожаю. Такие схватки у меня начинаются. Я в туалет подхожу, в туалет говорю, я могу сидеть в туалете, перекусив руку. И бывает, что даже можно кричать в этом туалете. Почти год Надежда судилась в больнице. Нашли свидетели, да и наличие медзаключения позволило выиграть дело и получить компенсацию. Но этот случай скорее исключение. Чаще пациентам доказать, что медики во время операции что-то забыли в их организме, не удается. Порой люди и вовсе остаются в полном неведении, что была врачебная ошибка. С целью охраны здоровья пациента столичные парламентарии предложили принять законопроект о видеофиксации хирургических операций. Идею активно обсуждали, но в прошлом году Госдума ее отклонила. Между тем, такую инициативу продолжают продвигать отдельные депутаты, юристы, медицинское сообщество. У алтайских хирургов позиция на этот счет неоднозначная. Есть этическая сторона, как бы снимать пациента не совсем правильно. В камере не видно ни состояния пациента, ни показатели его гемодинамики. Почему мы приняли решение, потом ретроспективно именно такое, это оценить очень сложно. В Краевой больнице скорой медпомощи видеофиксацию ведут только во время доскопических вмешательств, где камерой оснащен сам аппарат. Подобные записи, рассказывает главврач Владислав Бомбизо, использует в образовательных целях. Именно в таком контексте хирург и рассматривает идею видеофиксации операции. Но сможет ли она повлиять на качество работы врачей и ее оценку, вопрос спорный, считает Бомбизо. Кто из контролирующих органов будет просматривать эти видеозаписи? Кто будет технически осуществлять эту видеозапись? Ну и затем чисто такой технический, экономический вопрос о качественном хранении полученной информации, о порядке ее предоставления. Между тем, на видеорегистрацию всех операций уже перешли в томском НИИ микрохирургии. Камеры встроены в светильники оперблоков. Запись видео поступает на специальный сервер, а также в кабинет директора. Срок хранения на усмотрение руководства. У меня на компьютере все это видно. Ко мне обращаются иногда, говорят, профессор, вот у нас мы сейчас остановились на таком-таком-то моменте, как вы считаете, если мы сделаем так или так, я могу это все объяснить. Пациенты мы показываем, когда они просят, что было, как было, пожалуйста. Отметим, что в томске НИИ микрохирургии клиника частная. Видеонаблюдение вели, чтобы заслужить доверие пациентов. И практика себя оправдала, объясняет директор. За четыре года с момента внедрения новшества ни исков, ни претензий. Намерение законодателей ввести видеозапись повсеместно в стране в Томске считают правильным. Уверены, к этому придут совсем скоро. Другой вопрос – стоимость новшества. Только на оснащение двух оперблоков в Томском НИИ затратили полтора миллиона рублей. Выходит контроль за действиями медиков во время операции и возможность пациентов доказать вину врачей, когда она есть, обойдется в сотни миллионов рублей. Анастасия Дороган, Николай Щелко, Павел Лауронин. Наши новости. Ну а далее в журнале происшествий Галина Юмашева расскажет о том, кто нашел золотой ключик от кассы с деньгами и что натворили пьяницы-аристократы. Здравствуйте. Начнем выпуск с хорошей новости. В Алтайском крае все спокойно. Никаких громких ЧП не случилось. Даже шторм, к счастью, прошел без серьезных происшествий. Подпортили картину полицейской сводки лишь магазинные воры. О них сегодня и расскажем. В селе Николаевка Немецкого национального района сотрудники полиции задержали местного жителя 1975 года рождения. Мужчину подозревают в краже из магазина, совершенной накануне ночью. Мужчина проник в торговую точку, разбив окном. Похитил алкоголь, сигареты, мясные полуфабрикаты. А чтобы запутать следы, часть украденного рассыпал по дороге, ведущей в противоположную сторону от его дома. Но уловка не сработала. Полицейские установили подозреваемого. Оказалось, он пытался скрыть следы преступления даже дома, спрятав все украденное в снег, в разных уголках своей усадьбы. А в Тюменцевском районе продуктовый магазин, похоже, обворовали пьяницы-аристократы. Ночью злоумышленники из кассы забрали около 10 тысяч рублей. А с прилавка только спиртные напитки, причем водку брать не стали. Даже в потемках смогли рассмотреть дорогой алкоголь. Виски, коньяк, шампанское, вино. Гурманов сейчас ищут полицейские. В Бийске полиция задержала подозреваемого, который среди бела дня украл из кассы торгового павильона 27 тысяч рублей. Кража произошла еще до Нового года. Сотрудники магазина оставили кассу без присмотра, закрыв ее на ключ. Но сам ключ оставили рядом с кассой. Один из покупателей воспользовался такой опрометчивостью и присвоил часть выручки. Поиски злоумышленника осложнялись отсутствием камер наблюдения в магазине. Но подозреваемого все же нашли. Им оказался 27-летний житель Бийска. Деньги, кстати, он успел потратить. А за кражу ему теперь грозит до пяти лет лишения свободы. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рождение на каждого не превысит 40 тысяч рублей. Сегодня день работника прокуратуры. Людей, которые стоят на страже закона. На Алтае к таковым относятся несколько десятков тысяч человек. Одного из них Аркадия Рылова. Коллеги называют человеком-легендой алтайской прокуратуры. Почему и за что, знает Алексей Янкин. Парадный китель Аркадий Рылов надевает дважды в год. На День Победы и День Прокуратуры. Чаще мундир с таким обилием медалей не позволяет носить возраст. Ветерану в этом месяце исполнится 92 года. Из них любимой работе он посвятил более 30. Я любил за то, что если он совершил преступление, надо его расследовать и привлечь к ответственности, но к такой, какую он заслужил. Сотни уголовных дел, которые прошли через его руки, Аркадий Евстигнеевич, кажется, помнит до деталей. В том числе первое, когда в Калманке сторож неумышленно застрелил рабочего бригады строителей, которая крушила мебель в столовой. Сейчас стрелку, может, и срок бы дали за такую самооборону, но тогда следователь Рылов настоял, и того, кто оборонялся, взяли на поруки. Была такая мера. Статья-то и опасная, а вреда-то большого не наступила, можно передать на поруки. Ну и все, собрание проводят коллективы, голосуют на поруки. Все, ну это где-то года 4, наверное, передавали на поруки, 3-4 года, а потом отменили все это. Сколько бы дел не расследовал Аркадий Рылов и сколько бы нарушителей не наказывал по букве закона, гулять по улицам никогда не боялся. Более того, даже регулярно приходил в коллективы, где работали оступившиеся. Прямо смотреть в глаза людям, отстаивать свое мнение Аркадий Евстигнеевича научила Великая Отечественная война. Характер закалялся в артиллерийских войсках. Стреляли каждый день самолеты. И разведчики немецкие, и Рама не подпускали ему к танцам, но и оберегали себя. О сотрудниках в отставке прокуратура не забывает. Поздравить ветерана накануне профессионального праздника пришли действующие работники. Были теплые слова, богатый стол и рассказы о былых временах. Кстати, вкусные угощения приготовила жена Валентина, с которой так уж совпало, они в этот день отмечали 62-летие совместной жизни. В таких теплых отношениях, возможно, и кроется секрет успешной карьеры и долголетия. Алексей Янкин, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра, 13 января. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. В большинстве районов края пройдет снег. Ветер умеренный, местами порывистый. Днем холоднее всего будет в Славгороде. Около 19 градусов мороза. Минус 17 в Камне на обеи Кулунде. Минус 14 в Змейногорске. Минус 12 в Заринске. На градус выше в Рубцовске и Тальменке. Около 10 градусов мороза в Олейске. Минус 9 в Белокурихе. Минус 8 в Бийске. В Барнауле 13 января ночью ожидается снег и до 11 градусов мороза. Днем без осадков и до минус 8. Ветер юго-западный, умеренный. И на этом у меня все. Телефон редакции в Барнауле у нас прежний. 722 440. Отличных вам выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.